Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Исход». Сегодня мы будем читать третью главу этой книги, которая начинается словами «Моисей пас овец у Иофора, тестья своего, священника Мадиамского». Земля Мадиамская – это место обитания Мадиамитян, еврейского племени, происходившего от Авраама. Смотрите книгу «Бытия», 25 глава, 2 стих. Предполагалось, что она находилась в Аравии, на востоке от залива Элат, там, где сейчас находится Акаба, известная турецкая крепость, некогда сейчас известный курорт. Согласно же указанию Третьей царей 11.18, Мадиам расположен между Иудеей и Фараном на Синайском полуострове. Там должно находиться место, где Бог явился Моисею. Явился Моисею. Это известная гора Синай. «Моисей пас овец у Иофора, тестья своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божий Хариву». Мы уже с вами говорили о том, что у Моисея было обостренное чувство справедливости, поэтому Господь, отталкиваясь от этого, готовился сделать его вождем своего народа. Но здесь Моисей показан нам другой стороною. Он пастух, он пастырь овец. И многие вожди еврейского народа были пастухами, которые пасли овец. Таким образом, они проходили школу, они пасли без словесных овец, чтобы потом научиться, как пасти словесных овец. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. Немножко непонятно, зачем пасти овец в пустыне. Имеется в виду то, что он искал новые луга, пажити, поэтому он переходил с одного места на другое. И есть другое объяснение, что он увидел некий свет, который указал ему направление, в котором надо идти, и он двинулся в это направление и действительно зашел в пустыню. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста». То есть сначала он видел свет издалека, теперь он подходит ближе и видит более подробно, что это за свет. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Удивительным было то, что этот куст не сгорал, хотя он весь был охвачен пламенем. Этот куст символизирует собой всех верующих, которые объяты божественной заботой, как неким пламенем. Как в день Святой Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов в виде огненных языков. Но это ни в коей мере не попалило их. «Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Это было действительно удивительно. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста, и сказал, «Моисей, Моисей». Мы с вами уже знаем правило, что когда имя человека удвояется, это особое Божье благоволение к этому человеку, когда, обращаясь к нему, Господь дважды называет его имя. Он сказал, «Вот я, Господи». Нечто подобное, говорят и другие пророки, раскрывая свои, как бы, стремления к Богу. Они стремительно отвечают, «Вот я, услышав Божий призыв». «И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Не только земля может стать святой, святым называется храм. И 5-й Псалом, 8-й стих, Псаломопед Давид восклицает, «А я по множеству милости твоей войду в дом твой, поклонюсь святому храму твоему». То есть не только земля может стать святой, но и храм. И мы помним из книги пророка Даниила он открывал окна во время молитвы, которые были открыты в сторону святого города Иерусалима. Хотя и город, и храм были разрушены, но он молился в этом направлении. Почему земля стала святой? Что, изменился ее химический состав? Нет. Когда Бог проявляет свое присутствие в этом мире, чрезпосредством материи, происходит освящение самой этой материи. И хотя Бог вездесущ, Он не везде явно проявляет свое присутствие. Но когда это происходит, происходит освящение самой материи. «И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою, с ног твоих, причина, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал ему, я Бог отца твоего, о чем это? Отец Моисея, это Амрам. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, и Бог Иакова. А почему здесь Бог не назвал имя отца Моисея, только сказав, я Бог отца твоего? Потому что его отец вел себя не всегда правильно, об этом мы уже с вами говорили. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. А почему он боялся воззреть на Бога? И мы знаем, что ангелы тоже, как описано в Библии, они закрывают лики свои и только восклицают свят-свят-свят-свят. А почему люди, святые и ангелы, боятся смотреть на Бога? Они боятся принять за Бога то, что не есть Бог. Потому что, если мы в поклонении Богу допускаем поклонение тому, что не является Богу, это будет оскорблением Бога. И сказал Господь Моисею, я увидел страдания народа моего, увидел, то есть объективно оценил эту ситуацию, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его, услышал молитвы их. Я знаю скорби его, Господь переживает за них, и иду избавить его, то есть народ, в единственном числе, потому что они были единодушны, от руки египтян, и вывести его, то есть народ, из земли сей и ввести его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед в землю Хананеев, Хатеев, Амареев, Ферезеев, Гергесеев, Эвеев и Фусеев. Вот эти семь народов Ханаана, они символизируют собою семь смертных грехов. И прежде чем еврейский народ войдет в землю обетованную, он должен изгнать из своей жизни семь смертных грехов, которые символизируются этими народами. «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня», то есть молитва услышана, «и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне, и так пойди, я пошлю тебя к фараону, царю египетскому, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Итак, Господь говорит Моисею, что Он посылает его в Египет, чтобы он совершил вывод евреев из этой земли. А само имя Моисей, как я уже вам объяснял, означает не «вынутый из воды», а «вынимающий из воды». Моисей сказал Богу, «кто я, чтобы мне идти к фараону, царю египетскому, и вывести из Египта сынов Израилевых». Моисей проявляет великое смирение перед Богом. Он говорит, «кто я, кто я такой?» Но мы знаем, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Моисей ведет себя правильно. Он не проявляет здесь никакой самоуверенности. Его качества уже известны Богу. «И сказал Бог, я буду с тобою», то есть ты не один пойдешь туда, «и вот тебе знамение, что я послал тебя, когда ты выведешь народ мой из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». А что это за знамение? Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение здесь, на этой горе. А в чем-то это знамение немножко непонятно. Потому что Моисей вообще сомневается, какого фараона он примет. Он же убежал оттуда. Как ему его собственный народ поверит? И дается вот такое знамение для него. И, похоже, это был момент испытания веры Моисея. И Моисей соглашается с этим решением Бога, но он только хочет нечто уточнить. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им». Имя Божие, оно сохранялось в тайне, его просто так в сую не употребляли. Если хотите, оно было неким паролем. Если человек знает имя Божие, значит, он точно пережил встречу с Богом. «Бог сказал Моисею, я есмь сущий, и сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий, иегова послал меня к вам». В синодальной Библии дается транслитерация этого имени, как иегова, но это неправильно. Синодальная Библия составлялась в XIX веке, тогда действительно в библеистике отдавали предпочтение такой транслитерации четырехбуквенного имени Бога, которая записывалась согласными «йот хэт вав хэт». Современная библеистика со всей очевидностью настаивает на том, что это имя транслитерируется не как иегова, а как яхве. «Так скажи сынам Израилевым, сущий, Яхве иегова послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею, «Так скажи сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам». Смотрите, Бог отцов ваших, потом Авраама, Исаака и Иакова. То есть на первое место мы должны ставить все-таки наших родителей, то есть собственного отца. Так в случае с Моисеем, когда Бог обращается к нему, так и в случае со всем еврейским народом. То есть какие слова Моисей должен передать им. «Вот имя мое навеки и пометование обо мне из рода в род». Господь не стыдится называть себя именами людей, говоря, «Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». И Христос объясняет, это потому, что Бог не есть Бог мертвых. И Авраам, и Исаак, и Иаков, они живы. С другой стороны, немножко непонятно, Господь говорит, «Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Мы об этом уже рассуждали, когда беседовали на книгу «Бытия». А что у Авраама свой Бог, у Исаака свой Бог, у Иакова свой Бог? Имеется в виду, что опыт богообщения каждого человека, такого как Авраам, Исаак и Иаков, он по-своему неповторим, как неповторим и опыт богообщения каждого из нас. А что же означает само это имя Яхве или Иова, как это в Синодальной Библии? Это имя есть наложение трех форм временных в слове «жизнь». то есть «был, есть, буду». «Был, есть, буду». То есть Бог вечно сущий. А почему на русский переведено как «сущий»? Потому что Бог сущий в том смысле, что Он самодостаточный. А в отличие от Бога мы, например, не сущие, а существующие. Откричи у нас там подачу воды, воздуха, и наше существование сразу прекратится. А Бог сущий, потому что абсолютно самодостаточный. И Господь далее говорит Моисею, «Пойди, собери старейшин, сынов Израилевых, и скажи им, Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Бог Исаака, и Бог Иакова, и сказал, «Я посетил вас, и увидел, что делается с вами в Египте». И сказал, «Я выведу вас от угнетения Египетского в землю Хананеев, Хатеев, Амареев, Ферезеев, Гергесеев, Ивеев и Фусеев, в землю, где течет молоко и мед». «И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшина Израилева к фараону, царю Египетскому, и скажете ему, Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на три дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему». Далее Господь говорит, «Но я знаю, что фараон, царь Египетский, не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою, и простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него». То есть среди египтян. Они называются тоже в единственном числе, потому что они были единодушны во зле, египтяне, а евреи были единодушны в добре. После того он, то есть Египет и фараон отпустят вас. Отпустят вас. То есть Господь принудит, он принудит египтян смириться перед властью Бога и отпустить еврейский народ. «И дам народу всему милость в глазах египтян», то есть Господь даже расположит египтян к евреям. «И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками, каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы нарядьте ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Известен такой исторический случай, который описывается в древней литературе, что однажды египтяне, это было во дни римских императоров, они подали в суд, в римский суд на евреев, отталкиваясь вот от этого текста, что евреи обобрали Египет, забрали серебро и золото, чтобы евреи это все вернули египтянам. И когда было судебное разбирательство, евреи сказали, да, мы готовимся это вернуть, но оплатите все время, когда мы находились у вас в рабстве, потому что мы пришли к вам в гости, а вы незаконно нас сделали рабами и угнетали в течение нескольких столетий. Оплатите, и мы тогда часть, которую взяли у вас, вам вернем. И судебный процесс разрушился. Итак, сегодня мы кончили изучение третьей главы. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать четвертую главу этой книги. Спасибо Христос. Христос.